В Залегочинской средней школе номер два строя учеников рассказали о хулиганстве, о том, что соответствующая черта характера, оно и правильно. Из хулиганов надо даже пример брать. Но только в одном случае, когда из них вырастают герои Советского Союза, когда задиристость и неуёмность превращаются в бесстрашие и в подвиги. Премьер – Георгий Паршин, уроженец села Сетуха Залегочинского района. В день столетия со дня рождения о Паршине не только говорили. В дружину, названную его именем, принимали новых бойцов. Клянёмся быть достойными пионерами дружины имени Георгия Михайловича Паршина. Дважды герой Советского Союза. Был командиром звена эскадрильи, а затем авиаполка. После демобилизации стал испытателем и в 1956 погиб, укращая экспериментальный самолёт Ил-28. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В Москве, в Днепропетровске, в Санкт-Петербурге есть улицы, названные его именем. Кто такой Паршин из Олегочинской молодёжи, ещё не вязавшей красные галстуки, и гостям посёлка, и всем прочим любопытствующим, расскажут в местном музее. Здесь, в своеобразный юбилей, специальная экскурсия и рассказ о герое-земляке, как бил и как его сбивали. Он катапультировался вместе со своим штурманом. При этом они взяли в плен трёх немцев и пришли с языками в свою часть. И когда 9 мая сообщили о том, что наступила наконец победа, то Паршин приказал всем украсить свои самолёты цветами, загрузил листовки и, летая над Берлином, сбросил листовки и цветы, оповещая о том местное население, что наступила Великая Победа. А вот фотография 1950 года. Тогда напротив музея был установлен бюст героя. На открытие памятника приезжал он сам, где на фотографии мы можем видеть, он стоит рядом со своей тётей. В столетие со дня рождения Паршина в Зале Гаще прошло несколько мероприятий, связанных с его именем и посвящённых его ратной и гражданской службе. Вот, например, спектакль местного любительского театра. Что каждый живой мог прийти, поклониться, цветочки положить. А вот митинг у того самого бюста. И вырванная из любительского спектакля фраза «Здесь очень кстати». Он у нас родился в Сетухе. Мы несколько лет назад, в частности, наверное, года два назад, как установили там такую же доску мемориальную, то, что на территории Сетухи родился этот легендарный человек. Сюда и несли цветы. И пусть ложились они на мрамор, но лежали, как на борту его самолёта.